Ежегодно в Краснодарском крае 5 мая отмечается День кубанской журналистики. Люди, которые заняты в этой сфере, делают очень ответственную и вместе с тем интересную и творческую работу. И от качества её выполнения напрямую зависит, получат ли люди правдивую информацию и реальную картину происходящего. Обо всём этом шла речь на встрече главы Славянского района Романа Синеговского с представителями средств массовой информации муниципалитета. Накануне Дня кубанской журналистики руководители сотрудники Славянской муниципальной телерадиокомпании газеты «Заря Кубани» были приглашены на приём к главе Славянского района Роману Синеговскому. Он поздравил приглашённых с профессиональным праздником и отметил большое значение действительно качественных средств массовой информации в жизни нашего муниципалитета. «Информация о событиях, которые в городе, где стоят и в районе, о людях, о жизни людей, что очень важно, о наших детях, о патриотике. Ну и, наверное, вот как-то подумал, вот за эти, сколько мы уже лет вместе трудимся, наверное, 13, получается, работа жизнью нашей стала, да, вот. И как-то отдых, работа, всё как-то пересечено, и получается, что всегда в процессе. Сегодня районные СМИ объединяет главное – профессионализм, стремление быть объективным и честным. И газета, и телевидение затрагивают волнующие людей проблемы, рассказывают о настоящих героях нашего времени. Журналисты стараются быть близкими к людям, понятными и интересными. Роман Синеговский рассказал о социально-экономическом развитии района, о решении вопросов, от которых напрямую зависит жизнь славянцев. В их числе очень большая работа по профилактике подтоплений, постоянный ремонт щебёночных и асфальтовых дорог, развитие инфраструктуры юго-западного микрорайона. Говорил он и об активном участии муниципалитета в программе «Комфортная городская среда». Результаты этой работы по благоустройству видны всем. Это и преображённый Северный парк, и обновлённая набережная, экотропа Утины и Плавни, идущая сейчас реконструкция улицы Красной и строительство нового фонтана. В планах есть немало интереснейших проектов, и сельские поселения активно улучшают своё благоустройство. В нашей сельской территории они тоже не сидят, они занимаются. Не у каждого, может быть, и пять проектов сегодня у нас готовых. По «Комфортной городской среде» это Рисово сельское поселение, Прикубанское, Анастасиевское, Черноярковское, Петровское. Это те, которые мы тоже хотим, благодаря той программе, которая есть, участвовать и привлекать дополнительные средства. Это инициативное бюджетирование, небольшие деньги, но приятно, что главы, это миллион, два, три, привлекают, какая-то площадочка, где-то что-то появляется, это тоже хорошо. Затем журналисты задали главе Славянского района вопросы, которые касались самых разных сторон жизни муниципалитета. В конце встречи Роман Синеговский вручил благодарственные письма за высокий профессионализм и большой личный вклад в формирование позитивного информационного пространства района представителям телевидения и газеты. Такая встреча очень важна для журналистов. Они работают над тем, чтобы содействовать стабильности и развитию муниципального образования. И если все получается, им хочется сделать еще больше. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа События.